Чукотка. Территория этого автономного округа Российской Федерации вдвое превосходит по размерам Германию. Однако проживает здесь всего не более 50 тысяч человек. На каждого жителя приходится четыре северных оленя. Это один из самых холодных регионов планеты. Но для канадской компании Kinrose Gold Corporation подобного рода трудности оказались не преградой. Она добывает здесь золото. «Без сомнений, это один из наиболее сложных районов, где мне доводилось работать. Я работал и в пустыне Атакама, и на глубине четыре с половиной тысячи метров в Индонезии, но такого сурового климата, как здесь, не встречал». Первое золото в 30-е годы прошлого века здесь добывали узники сталинского гулага, которых заставляли работать в ужасных условиях. Сейчас всё по-другому. Kinrose инвестировала 700 миллионов долларов в месторождение «Купол». И для добычи благородного металла из недр бесплодной земли использует самые передовые технологии. «На Чикотке, когда приехали, поразило то, что мы находимся в такой отдалённой местности. Получается, голая пустыня просто. Поразило то, что такие условия, жёсткие, суровые условия, ветер, мороз, просто, ну, в Магдане у нас холодно, на Чикотке вообще условия были довольно-таки суровые, ещё суровее. Просто поразило то, что какие объёмы, какие вложенные средства строительства этого рудника». На Куполе работают 1400 человек. График работы – месяц через месяц. Зарплата составляет около 50 тысяч рублей, что на четверть выше средней зарплаты в регионе. Зима здесь может длиться до 10 месяцев в год. Но от 50-градусного мороза рабочих спасает специально построенный арктический коридор – 900-метровый тоннель, по которому они добираются до шахты, не выходя на улицу. Около 60% золота на Куполе добывается закрытым способом. Чтобы не подвергаться риску обвалов, в глубине шахты рабочие управляют буровыми установками с помощью дистанционного управления. «Нравится, что на технике работаем, не руками». Купол отправляет золото на Колымский афинажный завод, который очищает его и поставляет российским банкам 15-килограммовые слитки стоимостью 450 тысяч долларов каждый. Сейчас это месторождение является крупнейшим налогоплательщиком на Чукотке. Но где польза для экономики, там же, как это зачастую бывает, вред для окружающей среды. «Немногие задумываются о том, что для того, чтобы получить один грамм золота, нужно переработать не меньше одной тонны руды. А поскольку содержание золота в руде все меньше и меньше, то, соответственно, количество отходов, образуемых при получении одного грамма золота, все больше и больше. И это отходы, которые образуются в результате использования в том числе и химических реагентов, цианидов». Но руководство «Купола» уверяет, здесь придерживаются международных стандартов защиты окружающей среды. Россия занимает второе место в мире по запасам золота после ЮАР. Но значительная часть этих богатств находится в труднодоступных районах Дальнего Востока. Чтобы удержать лидерство в добыче золота, Чукотке придётся постараться. Разведанных запасов купола хватит до 2016 года. И чтобы продлить срок разработки месторождения, требуется найти дополнительные запасы. Кинрос и конкуренты уже активно ведут эти поиски.